Добрый день, дорогие девы! Я рада вас всех приветствовать на своём канале. Это будет гороскоп для вас на ноябрь 2019 года. Добрый день, дорогие девы! Новые задачи в ноябре, и придётся решать большое количество вопросов и по телефону, и в командировках, и в поездках. И порой это могут быть срочные командировки. Но ноябрь не очень подходит для каких-то активных действий, так как ваш Управитель, дорогие девы, Меркурий, планета, которая отвечает за общение, за коммуникацию, за связь, торговлю и документы, будет двигаться ретроградно. И если вы хотите в ноябре добиться всё-таки успеха, то распишите каждый свой день просто по часам. Потому что дел будет много, и вот в такой суете вы просто можете упустить что-то, забыть что-то важное или же совершить ошибку. Поэтому для вас лучше действовать по чёткому плану. Ну, а восстановить свои силы в ноябре вам будет помогать дыхательная гимнастика, йога или медитация. Делись вашего месяца, дорогие девы, подстраивайтесь, подстраивайтесь под этот современный ритм жизни. В ноябре снова будет действовать ретроградный Меркурий. И на этот раз Меркурий будет идти по знаку Скорпион до 20 ноября. Он будет двигаться ретроградно. Об этом периоде ретроградности Меркурия и подробно о том, чего нужно опасаться, каких дел избегать и как он подействует на ваш знак, у меня на канале есть отдельное видео. Ссылку я оставляю под этим видео. И советую вам подготовиться к этому периоду и посмотреть этот материал. Ну, а теперь давайте обо всём по порядку. Начинается месяц ноябрь с новолуния. С новолуния, которая состоялась уже 28 октября. Эта новолуния была непростым, поскольку оно состоялось в Скорпионе и было в точной оппозиции к Урану в Тельце на фоне квадратуры Марс-Сатурн и соединения Меркурия и Венера. Это была сложная новолуния абсолютно для всех. Во-первых, эта новолуния могла помочь вам расчистить какие-то ваши психологические завалы. Понять. Понять на то, что вам мешает сейчас двигаться, что вам мешает правильно реагировать на проблемы, реагировать адекватно и эффективно. И вот все события, которые могут происходить уже в течение всего ноября, могут быть неожиданными. Они могут быть для кого-то болезненными, для кого-то это будет стресс. Потому что Уран, планета неожиданностей, весь месяц будет уничтожать все, что отжило, все, что должно быть изменено в нашей жизни. Новолуния произошла в вашем Третьем Доме. Третий Дом отвечает за учебу, за братьев, сестер, за автомобили, за общение, за переписку и даже за электронную почту. А еще за короткие поездки и за ваше непосредственное окружение. Вот весь ноябрь, дорогие девы, вы можете быть заняты общением и еще раз общением. Кто-то будет отправляться в поездки. Общение может быть с финансовыми и медицинскими учреждениями. И Новолуния в Третьем Доме активизирует вашу интеллектуальную деятельность, активизирует учебные процессы. Поэтому многие из вас могут отправиться на какие-то курсы. Кто-то может отправиться на учебу, кто-то может сдавать экзамены по вождению авто, поскольку Третий Дом отвечает и за передвижение, за автомобили. Ну а кому-то из вас в ноябре предстоит много встреч с вашими родственниками, с соседями, приятелями, загородные поездки. В любом случае, ноябрь будет хлопотным периодом, который потребует от вас умения налаживать контакты, налаживать связи, договариваться и решать какие-то организационные вопросы. К вам могут в ноябре приезжать гости, и вы сами тоже можете отправляться к вашим родственникам. Но будьте особо внимательны к любой информации, которая будет поступать к вам в этом месяце. А оформление каких-то важных документов, получение прав вождения или приобретение транспортных средств, техники, конечно же, лучше отложить после периода, когда Меркурия перейдет в прямое движение. Это после 20 ноября. Ну а также, поэтому на Волунии многие из вас могут захотеть поменять свой телефон или поменять машину, но опять же, помните о ретро-Меркурии. И все большие покупки отложите на конец месяца. На Волунии может принести изменения вашего круга общения. И для кого-то возможно, что в ноябре будет даже переезд, но переезд будет или в другой город в пределах родной страны. Меркурий. Меркурий, ваш управитель, до 20 ноября движется назад в вашем третьем доме, в доме общения, поездок, информации. А также здесь, в вашем третьем доме, до 22 ноября находится Солнце. Ну и, конечно, это говорит о том, дорогие девы, что в ноябре не все будет идти так гладко, как это хотелось бы. И это не только у вас, а абсолютно у всех знаков зодиака. Вот до 20 числа ваша планета Меркурий будет идти в обратном направлении, и это создаст определенные трудности на вашем пути. Поскольку планета отвечает за общение, за коммуникацию, за связь, торговлю, за документы, то вот именно в этих сферах, в период ретроградности Меркурия, могут возникать какие-нибудь проблемы, задержки, ошибки. Например, в ходе какого-то важного разговора с вашим партнером или с вашим коллегой, вас просто могут неправильно понять, и вот это может создать какие-то негативные для вас последствия. Чтобы этого в ноябре избежать, постарайтесь выражаться очень ясно и четко. Поэтому избегайте в ваших разговорах любой двухсмысленности сейчас. Ну и особая осторожность, дорогие девы, обязательно проявляйте в поездках. Выходя из дома, перепроверяйте, все ли нужные документы и вещи вы с собой взяли. Многие из вас могут чувствовать нехватку энергии, поскольку Меркурий – это ваш управитель, и будут уставать больше обычного. Поэтому именно вам, дорогие девы, рекомендуется составить оптимальный режим труда и отдыха на весь месяц, чтобы вы не перерабатывали. Но, с другой стороны, ретро-Меркурий будет способствовать глубине мышления. Например, кто-то из вас сейчас может пересмотреть свои текущие планы, внести в них какие-то изменения и вообще разрабатывать планы на будущее, стратегии для будущего карьерного роста. Вы можете сейчас сосредоточиться на той информации или на тех контактах, которые на самом деле являются для вас очень ценными. Обязательно в этом месяце постарайтесь как-то упорядочить свою профессиональную деятельность, вашу работу и исключите то, что сейчас вас обременяет и не приносит вам выгоды. Ну, а если у вас будут какие-то сомнения на этот счет, то постарайтесь найти человека, который более опытен и который может помочь вам советом. Это время, когда могут появляться какие-то новые идеи. Но опять помните, что приступать к реализации этих идей следует не ранее 21 ноября. Ретро-Меркурий, он не подходит для каких-то новых дел и начинаний, для подписания важных документов. Поэтому занимайтесь своими текущими делами, возвращайтесь к недоделанному, закончите то, что требует вашей доработки в это время. Иногда в ноябре придется заниматься какими-то делами, которые могут казаться вам неприятными, нудными, надоедливыми. И вероятно, что будет очень много просто суеты, беготни по каким-то всевозможным инстанциям, возникнет бумажная волокита, может быть возникнет нужда оформить какие-то документы, или вы будете искать нужные документы в этот период. И тогда может создаваться такое впечатление, что вы как бы ходите по заколдованному кругу. И везде вы опаздываете, и везде получаете какое-то препятствие на своем пути. То не будет каких-то нужных бумаг, то кого-то не будет на месте из чиновников. Однако не стоит огорчаться, дорогие девы, потому что ближе к концу месяца вы все равно добьете своего, и все дела будут сделаны наилучшим образом. После 20 ноября, когда Меркурий вернется к прямому движению, то у всех нас ситуация значительно улучшится. И уже окончание месяца обещают вам успехи в вашей работе. Все препятствия уйдут, и для вас даже откроются какие-то новые возможности. Ну а если вы ищете работу до сих пор, то не пренебрегайте советами ваших родственников в ноябре, потому что сейчас они могут вам оказаться очень полезны, и именно от них вы можете узнать какую-то полезную для вас информацию, или они могут помочь вам устроиться на работу. В конце ноября наступит очень хороший период. Период, когда в отношении с другими людьми будет такое дружелюбие. Если вы будете работать с клиентами, то тогда уже вам будет легче решить какие-то конфликты, спорные вопросы, недоразумения, которые могли возникать при ретро-Меркурии. Ну а пока лучше займитесь самоанализом. Понаблюдайте, дорогие девы, постарайтесь проанализировать, какие люди сейчас находятся в вашем окружении, почему они рядом с вами, кому из них вы можете доверять, с какими людьми вы ведете бизнес. Сейчас до полнолуния к вам могут приходить самые ценные мысли, самая ценная информация и даже, возможно, озарение. Многие могут сейчас заглянуть в себя, разобраться, где правда, где ложь, и что, наконец-то, необходимо, возможно, поменять в своем окружении. Вот этот период, он будет очень хорош для этого времени. Используйте его с пользой. 1 ноября Венера. Венера – планета любви, планета комфорта, планета денег, перейдет в знак Стрельца. А это ваш четвертый дом. Четвертый дом отвечает за вашу семью, за ваших родных, за домашний очаг. И вот здесь Венера будет находиться до 26 ноября. И у вас, дорогие девы, будут хорошие шансы до 20 ноября решить какие-то старые проблемы из вашего прошлого, которые связаны с любовью или с вашими отношениями. Этот месяц, он очень хорошо подходит для того, чтобы сейчас укрепить ваши брачные союзы, ваши любовные союзы. И до 20 ноября Меркурий будет продолжать двигаться в обратном направлении. Так что самое время, дорогие девы, чтобы выяснить те вопросы, которые вы раньше, возможно, не договаривали, умалчивали по каким-то причинам с вашим партнером. И вот сейчас вы можете о них поговорить и вернуться к этому. Но не торопите события, потому что вы можете всё испортить. Пусть всё идёт своим чередом. Для семейной жизни это будет прекрасный период, потому что в секторе семьи делают транзиты две благотворные планеты. И Венера, и ещё Юпитер, планета удачи. И вот все ваши интересы в ноябре в основном будут вращаться вокруг вашего дома, вокруг вашей семьи. Многие проявят такую завидную активность у себя дома. Кто-то займётся генеральной уборкой, кто-то займётся ремонтом. Ну, а будут такие девы, которые займутся переездом. Но сейчас лучше подготавливаться к переезду, а переезжать уже после 20-го, когда Меркурий вернётся в прямое движение. И, как я говорила, некоторые девы будут заниматься ремонтом. Кто-то будет обновлять свой интерьер, другие жилищные вопросы решать. Но опять же помните о том, что до 20-го ноября это нехорошее время для того, чтобы приобретать недвижимость, покупать квартиры, опять же, из-за ретроградности Меркурия. Многие из вас в ноябре будут больше времени проводить у себя дома, проводить со своей семьёй. И вы тоже этому будете сейчас рады. В ноябре ожидается очень много общения. Это могут быть встречи с вашими родственниками. Возможно, к вам будут приезжать гости. Вы сами можете отправляться в гости. И это тоже будет влиять на улучшение отношений в вашей паре. Одинокие девы. В ноябре вы будете достаточно открыты, достаточно общительны, что нужно заметить, обычно вам не свойственно. И вот поэтому вы будете сейчас привлекать внимание к себе, внимание противоположного пола. И, конечно же, вы должны обязательно этим воспользоваться, чтобы вы могли найти для себя пару, чтобы вы могли изменить свою жизнь к лучшему. Ноябрь может принести вам неожиданное знакомство именно через ваших родственников. Или такое знакомство может произойти в какой-то короткой поездке. Поэтому, дорогие девы, если ваша родня будет звать вас к себе в гости, не отказывайтесь. Потому что вдруг именно там вы встретите этого человека. Вообще в ноябре шанс встретить того самого, единственного, у одиноких дев очень высок. Скорее всего, что этого человека, дорогие девы, вы сейчас сразу узнаете. Во время беседы с ним у вас может появиться такое ощущение, что когда-то, уже в прошлой жизни, вы были знакомы. И у вас много общего. Однако помните, что пока Меркурий ретроградный, то не нужно, это не подходит время для начинания. И вот в этот период продолжайте с вашим знакомым просто общаться. Но делайте это в такой дружеской форме. Не называйте себя парой. А уже старт вашим романтическим отношениям давайте только тогда, когда планета вернется в директную фазу. Это после 20 ноября. Ретро-Меркурий может сделать так, дорогие девы, что появится возможность вернуться к каким-то старым отношениям. И если вы до сих пор не можете забыть свое прошлое, если вы до сих пор думаете о старой любви, о каком-то вашем старом партнере, то вот сейчас вы можете возобновить эти утраченные отношения. Сейчас вам дадут еще один шанс. И возможно, что на самом деле это ваша судьба. Подумайте об этом. А может и нет. Но вот это будет время, когда вы сможете окончательно разобраться и убедиться, что, возможно, ваш разрыв был правильным решением. Но в любом случае решать будете вы сами. Но все же лучше сейчас смотреть в будущее и обращать внимание обязательно на то, что будет происходить вокруг вас. Потому что очень вероятно, что кто-то, дорогие девы, уже очень давно пытается обратить ваше внимание на себя, а вы все время упускаете возможность лучше узнать этого человека, не замечая его. Все романы, которые начнутся в последней декаде ноября, они будут очень хорошими, гармоничными и имеют все шансы продолжиться браком. Имейте это в виду. Что касается ваших финансов, то вас будет стимулировать, проявлять активность, работать Марс. Потому что Марс будет расположен в вашем доме денег до 19 ноября. Но, к сожалению, аспекты Марса будут дисгармоничны. Поэтому с деньгами весь месяц вам нужно будет быть осмотрительными. Ну, по крайней мере, до 20 ноября. Откажитесь от участия в каких-то сомнительных сделках, в финансовых авантюрах. Это сейчас не для вас. И вот какие бы заманчивые предложения сейчас к вам не приходили, лучше не соглашайтесь. Скорее всего, что они будут не настолько выгодны, как вам будут их представлять, дорогие девы. Вы сможете рассчитывать на доходы выше обычного, а также на материальную помощь от ваших родных в конце ноября. Ночью с 1 на 2 ноября Луна соединится с нисходящим узлом. И вот с кармической точки зрения, дорогие девы, это придет время, когда мы должны платить по своим счетам. У кого-то из вас могут что-то отнять из-за ваших кармических долгов, которые вы наделали в прошлых жизнях. Поэтому это дни, когда не рекомендуется заключать какие-то сделки, лучше не знакомиться в эти дни, а также, конечно, не устраиваться на работу. Ничего хорошего из этих дел у вас не выйдет. Ну а если у вас что-то отнимут в этот период, или вы что-то потеряете из своей жизни, то это означает лишь то, что вы расплатились по какому-то кармическому долгу. И вот этот аспект, он повторится еще раз, дорогие девы, 29 ноября. 7 ноября. Очень сложный день. Соединение Луны с Черной Луной. День, который будет связан с искушениями и соблазнами для всех нас. Но у всех нас, конечно же, будет выбор, поддаться соблазну или все-таки побороть себя. И так как соединение будет в знаке РИБ, скорее всего, что речь пойдет об алкоголе, наркотиках, интригах и тайных обществах. Еще два дня, 9 и 22 ноября, квадрат Луны к узлам. И вот эти два дня опять мы столкнемся с ситуацией борьбы, в которую нас будет втягивать этот квадрат Луны с узлами. 9 ноября Луна будет в Волне, поэтому, скорее всего, что инициатором этих соблазнов, этих событий будете вы. Или это событие затронет лично вас. А вот 22 ноября Луна будет в Весах, и тогда инициатором события будет другой человек. Или пострадает кто-то другой, кто вам очень близок и очень важен, дорогие девы. 12 ноября, полнолуние. Солнце в знаке Скорпион, а Луна в знаке Телец. Вот под влиянием этого полнолуния можно совершить какие-то поступки, какие-то действия, о которых впоследствии придется очень сильно пожалеть. Полнолуние состоится в вашем девятом доме. А девятый дом – это дом философии, высшего образования, путешествия в другие страны. Дом за границей. И еще этот девятый дом, он правит родственниками со стороны жены или мужа, а также юридическими проблемами. Все суды проходят по девятому дому. И полнолуние – это будет сложным. Сложным оно будет для всех нас. Планеты будут влиять на всех так, что захочется временами все бросить и послать всех к черту. И ваша задача, дорогие девы, сейчас будет не наделать этих глупостей, не пойти на поводу у ваших эмоций, а наоборот, сделать для себя какие-то полезные выводы. Возможно, что вы, дорогие девы, вкладывали очень много сил, очень много энергии, работая над чем-то весь 2019 год. А вот сейчас вы вдруг усомнитесь в правильности ваших решений, в правильности ваших действий и начнете колебаться. Кто-то весь год, возможно, пытался забеременеть или усыновить ребенка, потому что вы считали, что в вашей семье ребенок необходим. Кто-то, возможно, из вас копил деньги на машину или на другую большую покупку весь этот год. А кто-то начал продвигать свои таланты или свой бизнес, то вот сейчас к вам может поступить какая-то информация, которая заставит вас колебаться, заставит вас усомниться. Но, как я говорила, постарайтесь не давать своим эмоциям завладеть вашим рассудком. Дни полнолуния пройдут, а вместе с ними уйдут и ваши страхи, и ваши колебания, дорогие девы. Постарайтесь больше отдыхать сейчас. Для вас это полнолуние поставит также в центр вашего внимания в далекие путешествия, вашу духовную жизнь, высшее образование и юридические проблемы. У некоторых из вас, дорогие девы, поднимутся вопросы эмиграции по этому полнолунию или документы на поездку за границу. Сейчас будут готовы, это, возможно, виза, паспорта, и вы сможете отправляться. И, конечно же, будут такие девы, которые отправятся в путешествия или в отпуск, особенно если при новолунии в третьем доме, это 28 октября, вы всё это время искали информацию, готовились к путешествию, то сейчас всё будет готово. Ну а также это полнолуние может принести окончание поездки, окончание отпуска, и вы можете вернуться, вернуться сейчас домой из вашего путешествия. Ну а если вы ожидали окончания каких-то юридических дел, судов, то вот здесь тоже эти процессы могут подойти к завершению, и вы получите первый результат. Кто-то может окончательно эмигрировать по этому полнолунию или отправиться за границу, например, на обучение или на работу. Ну а кто-то может просто продолжить получать высшее образование. Конечно же, здесь могут быть и важные поездки за границу, и знакомства со статусными людьми, и повышение вашего авторитета, дорогие девы. До 19 ноября Марс, Марс – это наш энергетический тонус, это наша энергия, будет в вашем втором доме денег, ценностей. И, конечно, прохождение Марса по второму дому говорит о том, что многие из вас, дорогие девы, могут бросить все свои силы на решение каких-то финансовых вопросов для того, чтобы заработать. И это будет сейчас ошибкой. Во-первых, серьезных материальных проблем у вас пока не предвидится. Ну а во-вторых, для того, чтобы заметно увеличить свой доход, это время все равно не подходит. А в-третьих, дорогие девы, если вы сейчас погрузитесь в ноябре с головой в работу, то это означает, что вы рискуете подорвать свое здоровье. Так что никаких ночных бдений за отчетами, за работой, никакой работы по вечерам, дорогие девы, и выходные, оно этого не стоит. Поверьте, особенно в первую и вторую декады ноября, пока Меркурий движется в ретро-оградном направлении, здесь есть вероятность, что могут обостриться какие-то ваши хронические заболевания. И вообще в целом, весь месяц довольно рискованны для вашего здоровья. Так что вам нужно побольше отдыхать и позаботиться о себе. 19 ноября Марс перейдет в знак Скорпион, в ваш третий дом, о котором мы уже так много говорили, дом информации, контактов, поездок. И это очень непростое положение Марса. Когда Марс входит в знак Скорпион и вообще проходит транзитом по знаку Скорпион, напряженность вокруг нас чувствуется даже в воздухе. Люди начинают себя вести просто как птицы перед грозой. У них появляется чувство тревоги, они начинают метаться, или же наоборот, прячутся, затаиваются в ожидании. И вот Марс может заставить и вас, и других людей поступать скрытно сейчас, поступать хитро, нечестно. Сейчас все, и вы также, дорогие девы, будут пытаться добиться своего и сделать это любой ценой. И все договора, договоренности, которые существовали раньше, сейчас могут быть просто забыты. Возможно, что эти договора, эти правила будут нарушены из-за какой-то, например, информации, которая сейчас всплывет, которая была тайной. Ну а некоторые из вас могут вдруг исключить, исключить своих партнеров по бизнесу из списка совладельцев, или вас могут исключить, дорогие дела. Кто-то, например, рискнет подать ложную информацию в документах на опекунство или в других важных документах, например, в документах для банка, возможно, на кредит. А кто-то решит подать жалобу, подать жалобу или подать иск в суд, чтобы отомстить своим врагам. Ну вот прежде, чем вы будете это делать, чем вы решитесь на такие действия, хорошенько обдумайте и просчитайте все свои ходы. Во что вам выльется эта холодная война? Потому что Марс, он может дать очень много в Скорпионе, но еще больше он может у вас отнять. Вот посчитайте. Возможно, что вы, дорогие девы, потеряете намного больше, чем выиграете. С 24 на 25 ноября соединение Венеры с Юпитером в Стрельце. Венера – это планета денег, Юпитер – планета удачи. И вот две эти добрые планеты соединятся в Стрельце. У вас это будет какое-то очень существенное событие. У вас соединение произойдет в вашем четвертом доме. А четвертый дом – это же первая очередь ваша семья, ваш дом, ваше имущество, жилье. И вот какие события могут здесь происходить? Ну, конечно же, это какая-то радость, какое-то счастье в вашей семье. Возможно, что в эти дни появится новый член семьи, родится ребенок или кто-то приедет к вам жить. Может быть, успех. Успех у кого-то из ваших домашних, из вашей семьи. И, конечно, здесь тоже может быть и прибыль, и крупные приобретения в дом. Возможно, вы в эти даты купите для себя жилье. Могут быть очень почетные, очень важные, приятные гости в вашем доме. И вообще может произойти какое-то социально значимое событие, которое привлекет общее внимание к вашей семье. Вот такие события могут вас ждать. Ну, а во-вторых, четвертый дом, он связан с итогом дела. Его другой раз называют завершением. Так вот, дорогие девы, если вы были заняты чем-то важным, то вот к этим числам это дело может завершиться и завершиться полным успехом, грандиозным успехом. Новолуния состоится 26 ноября в Трельце, опять же, в вашем четвертом доме. Доме семьи и недвижимости. И эта новолуния уже заложит энергию и закладку на декабрь месяц. А декабрь месяц затмения, а также окончание года, дорогие мои. Поэтому в этот день нужно планировать все наиболее важные дела для того, чтобы завершить ваш год. И как я говорила, четвертый дом символизирует ваш дом, людей, которых вы считаете своей семьей. И вот эта новолуния в первую очередь на весь месяц акцентирует вашу сферу домашних, семейных дел и вопроса недвижимости. Для кого-то в декабре на первый план могут выйти темы переезда, кто-то будет разъезжаться, кто-то будет ремонтировать, кто-то будет покупать или продавать жилье. Ну а также возможно, что вашего внимания в декабре потребуют ваши родители. И тогда вы можете быть заняты весь месяц, решая их дела или помогая, заботясь о них. Могут быть различные изменения в составе вашей семьи. Кто-то может уезжать от вас, а кто-то переезжать на другое место или наоборот вы можете съезжаться. Ну и конечно же здесь возможно, что возникнет необходимость решить какие-то вопросы аренды, подписывать какие-то документы, которые связаны именно с арендой и с жильем. Перемены могут коснуться даже структуры. ваших отношений в семье и возможно, что в вашей родительской семье. Возможно, что сейчас кто-то из ваших близких поменяет свой статус, выйдет на пенсию в декабре или наоборот начнет работать. И вот это событие значительно повлияет на вашу семью. И перемены могут коснуться здесь даже вашего рабочего коллектива. Вообще всех людей, кого вы считаете себе родными. может кто-то из вас приведет знакомить своих родителей со своим избранником или избранницей в декабре или же у вас появится новый член семьи, у вас родится ребенок или у ваших родственников. Ну а также возможно, что кто-то из вас в декабре решит, что вам пора уйти от какой-то скучной работы в офисе и начать собственное дело или даже открыть семейный бизнес. Ну и конечно четвертый дом, поэтому в декабре могут быть и замужество у кого-то, и какие-то изменения профессиональных обязанностей. Вот все это тоже возможно, что будет происходить в вашем доме. 27 ноября Нептунь возвращается в прямое движение в знаке рыбы, дорогие девы. Но об этом мы с вами поговорим уже в декабре подробнее. Удачи вам всем, дорогие девы, и до встречи на моем канале. Субтитры Субтитры